Доброго времени суток! Здравствуйте! Продолжаем тему лекарственных трав. И сегодня перед вами перед нами вот такое белоснежные цветочки. И зовут это растение авран. Лечебные свойства, противопоказания, применения и так далее. Немного истории. Авран это лекарственный препарат, ой, лекарственное многолетнее растение, которое это на всех семействах каких-то норичковых. Его называют еще лихорадочной травой, грациолой, кровавником. То есть в разных регионах его называют по-разному. Авран лекарственный чаще всего попадается в зонах лесов таких. Лесостепей Казахстана, Северной Америки, Западной Сибири. Значит, оно морозостойкое и Восточной Европы. Все в север, северо-запад, да. Морозостойкое, почему оно и есть многолетник. Авран это лекарственный препарат, травянистое растение, в долинах орех, бывает, значит, выращивается, в долинах, в открытом груди. Его можно посадить на дачном участке и оно будет расти. Там, где немного влаги, в такая влажность, оно будет расти у вас. Оно тебе будет многолетнее. Она красивая. Посмотрите, какой она красивая. И радует глаз, и польза. Растет до 50 сантиметров в высоту и корень у него ползучий. И стебель, сейчас я вам покажу, стебель такой прям устойчивый. Я вам хотела показать, вот так он еще такой зацветает. Вот прямой, прямой стебель устойчивый, не такой, сейчас еще показать хотела. А вот, вот такой вот стебель. Вот так он растет. Ну, вот все. Так немного вам показала. Если вы встретите его, то рвитесь, не боитесь. Вот, пожалуйста. Еще картиночка. Вот этот называется Авран. Места я тоже сказала, в каких местах можете встретить. Ну, сейчас культивируется у нас все. И где она сможет расти, там она растет. Значит, вот вы видите белые цветочки, но оно еще бывает и розовые. Цветочки. Ну, и цветет практически все лето по сентябрь. Значит, Авран лекарственный, значит, при каких заболеваниях, сейчас попозже, значит, какие у него, значит, состав какой. Флавоноиды, алкалоиды, кукур, битационовый, дубильные вещества, сапонины, жирные и эфирные масла. Друзья, тут много всего. Кислоты, значит, такие битулиновые, яблочные, грациолиновые, смолы и горечи находятся, просто кладезь витамида и марганец, и ферр, значит, и железо, и кальций, и цинк, и натрий, и купрум, и селен даже, друзья. Полезные свойства растений. Все части растения в рано лекарственного имеют множество. Все части, вот еще раз думайте, все части, то есть цветочки, цветочки, стебель, листочки, используются для обретовления различных лекарств, даже лекарств. Перечислим эти свойства. Желчегонные, антигельмидные, значит, слабительные, рано заживляемые, применение. Из сырья изготавливают настойки, экстракты, отвары, порошок из корневища, изготавливают тоже, значит, порошок сухого корневища, так и, авран, порошок сухого корневища, вы можете в аптеках это увидеть. Сырье используется как одиночно, так и входит в состав различных сборов, то есть смешивают с другими травами. Для тех или иных заболеваний таких применение для лечения следующих заболеваний сердечные недостаточно, аденома, полипы, папиломы, гельминтоз, запор, кисты, применение в гинекологии, полипоз, кишечник, сыпь, расширение вен, болезни печени, геморрой, застарелые язвы, подагра, аноцидный гастрит, очень коварное, курение. Вот, если вы видите, то в этих сборах может присутствовать вот этот овра. При этих заболеваниях иногда назначают вот эти вот травы или настойки, там, порошки. Далее я вам хотела несколько рецептов дать этого. Значит, несколько рецептов применим в народной медицине, которые мы уже сами без труда приготовили. Значит, свежую траву, аврана, лекарства, измельчают, прикладывают к язвам, и измельчают и прикладывают язвы, которые долго эти язвы не заживают. Делают из нее компрессы при варикозе и кожных проблемах. Дальше. Рецепты настоя. Применение при женских болезнях. Значит, возьмите одну чайную ложку высушенной травы, измельчите, заедите одним стаканом кипятка и наставите 30-40 минут. И после этого процедуру принимайте внутрь по 50 мл трижды в день. Также можно растирать и наружную кожу два раза в день. Так что, друзья, вот эти, которые рецепты вам даю, все это нужно консультироваться с лечащим доктором. Ни в коем случае не применять сами, тем более тогда, когда вы применяете лекарственные препараты. Так, друзья, настой этого аврана очень хорошо при глистоносное, глистогонное средство, то есть от всяких паразитов. Готовится так 2 чайные ложки сухой травы. Можете все это привезти в аптеку траву этого аврана. 2 чайные ложки сухой травы, которая заливается кипятком и настаивается 2 часа потом по 300 мл дважды в день перед едой. Прекрасно. Да вообще, если вы даже не знаете, что у вас находятся глисты, пропить в полгода год раз, в зависимости от возраста, сколько человек лет, это ничего страшного. Вы не повредите своим здоровьем, если у вас нет противопоказаний для этой травы. Этот настой зарекомендовал себе как хорошее мочегонное еще средство. Порошок. Порошок изготовлен из высушенного корневища. Применяется при таких запорах. Применять 1-2 грамма порошка из сухой травы корневища. Данный метод применяется как листогонное средство и при отюках ног. Консультация с доктором необходима. еще в качестве муколитического то есть отхаркивающего средства при бронхитах кашле коклюща нужно применять порошок корневища в количестве двух храм 1 раз в сутки. Вы можете в аптечной сети увидеть настои есть порошки и вот там будет тоже состав аврама отхаркивающего вот есть такие препараты не препараты а настойчики там всякие муколитическое средство отхаркивающего там будет состав находиться авран значит противопоказания как во всех лекарственных травах да и вообще во всех травах и в любом растении есть противопоказания растение как бы считается немного ядовитой такая как оралия мачужеская тоже считается ядовитой но в то же время есть вот такие полезные лечебные свойства все это нужно консультироваться с доктором то что это это очень опасно тут может произойти у вас и поносы потом нужно применять активерный уголь и так далее поэтому нужно консультироваться противопоказания относятся очень серьезные противопоказания значит у кого колита ни в коем случае ее не нужно применять у кого вот проблемы с поносами тоже ее не нужно применять и детям до 12 лет перенами естественно и у кого вот этот эрозивный гастрит язва у кого и у кого в общем проблемы с раздраженным кишечником какого проблемы не стоит применять а наружную ну а наружу можно приведу и опять это все зависит значит если у вас нет аллергии пожалуйста применяйте и так я вас ознакомила дала информацию о таком растении как авра лечебные свойства и противопоказания народные применения немного рецептов поэтому друзья применяйте народные средства но не злоупотребляйте во всем знайте меру пользуйтесь народными средствами здоровья здоровья еще раз вам здоровья никто не поможет вам как вы себе сами здоровья берегите себя до новых встреч до новых встреч